Вторая недельная глава про Абрама. Глава начинается, как Абрам, наш отец, принимал гостей. Показался ему Бог в долине Мамры. Он сидел у входа в палатку при жаре дня. Прошлая глава кончилась тем, как Абрам сделал обрезание себе и всем домочадцам, мужчинам. А это было на третий день. На третий день после обрезания. Бог ему показался. И Бог с ним говорил. А тут вдруг он поднял глаза и увидел. Вот три человека стоят возле него. Вайяра он увидел. Вайяра с Рикросом побежал им навстречу. Сразу и входа в палатку. И поклонился им до земли. А так как он до этого говорил с Богом. Вайяра он сказал. Одинной Бог. Если я нашел симпатию в своих глазах. Авраам был в середине беседы с Богом. А тут он увидел гостей. Если можно так выразиться. Он сказал Богу. Если можно прервать беседу. И не уходи. Я приму гостей. И потом вернусь дальше говорить с тобой. Гимара отсюда учит. Принимать гостей еще больше. Чем принимать с Бога. То есть говорить с Богом. Смотрите. В настоящее время говорить с Богом. Сейчас нет пророков. Да и когда были. Это были только особо избранные люди. А как раз принимать гостей. Это возможность каждого. А как так и понять. Что принятие гостей. Выше чем говорить с Богом. Это понятно. Что говорить с Богом. Это самый высший уровень. Это навуа. Пророчество. Что Бог говорит с человеком. Но. Это как сказать. Как подарок Бога. Но. То что человек делает хорошее. Принимает гостей. Заботится о других. Это великое достоинство. И это путь к тому. Чтобы приблизиться к Богу. Уподобиться Богу. А теперь он обращается к гостям. Юг окно мы отмагим. Пусть будет взято. Пожалуйста. Немножко воды. Вы рахат сураглэхем. Помойте ваши ноги. Вы еще одну обоприте. И ставите под деревом. Я возьму буханку хлеба. Вы саду ливхем. Подопрете ваше сердце. Потом пройдете. Так как вы прошли возле вашего раба. Видите. Он обращается к ним. Как к господам. А себя называет рабом. Такое уважительное отношение к гостям. Обратите внимание. Авраам. Говорит мама. Не обещает много. Что она говорит. Помойте ноги. Обопритесь под деревом. Я вам дам буханку хлеба. Потом мы увидим. Что он принес много. Это путь садыкин. Садыкин. Говорят мало. А делают много. Ваимру. Они сказали. Кентаса. Кашадибарто. Так делай. Как ты говорил. Ваимаир. Аврааму. Эйло. Элсоро. Авраам поторопился в палатку к саре. Ваимар сказал. Мари. Торопись. Швейшсы им. Кем ахсыгас. Три ведра. Муки. Крупчатки. Лучшие. Замеси. Маси. Угись. И делай лепешки. Это мы можем учиться от Авраама. Делать добрые дела. Энергично и быстро. Авраам поторопился и сказал. Саре. Торопись. Добрые дела надо делать быстро. Это качество то что называют. Зри зуб. Энергичность. Интересно. Есть люди которые умеют. Указывать другим как надо себя вести. Первым делом человек должен сам так себя вести. А потом он имеет моральное право говорить так другим. Тут написано раньше Авраам поторопился. А потом он сказал старый торопись. Раньше он сам так себя вёл. Беку поторопился Авраам. Взял бычка. Рах мягкий ватыф и хороший. Кимара учил что он взял трёх быков. Один ещё мягкий ещё хороший. Вайтын Аганар дал мальчику. Кто это не Шмайл. Чтобы его приучить к принятию гостей. Ваймаэром поторопился. Раз из Иси сделать его. А кому нужны три бычка? Кимара говорит что он хотел их угостить деликатесом. Язычок горчицы. Каждому что-то вкусное. В маяках ему. Он взял масло или может быть сливки. В хоров и молоко. У вина бокор и бычка. Что он сделал. Понятно что он давал им по порядку. Раньше сливки и молоко. А затем бычка. То есть мясное. Вообще-то нам тоже по закону. Тоже можно так. Раньше молочное потом мясное. Надо что-то прожевать. Прополоскать рот. Вина бокор и бычка. Что-то он сделал. Вайиттен лифнея. И он дал перед ними. Ву эйме далия. Он стоит над ними. Таха стоит под деревом. Вайи хейу. И они ели. Что значит они ели. Что значит они ели. Они же ангелы. Ангелы не едят. Ямара учит отсюда большое правило в жизни. Чтобы человек вел себя как окружающий. Ямара приводит так. Ангелы пришли сюда и они ели. Может. Может. Поднялся на небо. Понятно. Если кто-то делает преступление. Где-то. Нарушает субботу. Не выполняет заповеди. Мы конечно не должны так себя вести. Но в вопросах поведения. Допустим. Представьте себе. Кто-то на свадьбе. Все радуются и танцуют. А кто-то будет плакать. Это как-то не. Не соответствует. То же самое на похоронах. Плачут. Человек должен вести себя. Как окружающий. Понятно там. Где нет ни малейшего нарушения. Сказали ему. Где сара твоя жена. Сказал. Вот она в палатке. Он сказал. Он сказал. Он сказал. Он сказал. Он сказал. Он сказал. У меня будет мягкость кожи. И кроме того. А мой господин пожилой. Во-первых. Я уже не молод. У меня. Я уже завела. Нет такой мягкости кожи. И во-вторых. Я уже старая. И господин мой. Пожилой. Старый. Он сказал. Он сказал. Он сказал. Почему это? Смеялась сара. А вы умные мои. Действительно ли я рожу. А я застарилась. Почему? А и по-вторых. Скроется ли от Бога слово. Вам едет к этому времени. Ошуба и леха. Я к тебе вернусь. Как это время вы будете живы. А у сара будет сын. Обратите внимание. Что Сара сказала. Она уже старая. И муж старый. А что Бог сказал Аврааму? Только. Только про себя. Не про Авраама. Почему? Бог намеренно это изменил. Потому что. Аврааму будет неприятно. Что его жена. Сказала про него. Что он старый. Это правда. Но это неприятно слушать. Впрочем. Говорят. Что люди больше всего. Обижаются на правду. Так говорят. Но. Рати. Чтобы. Мира между людьми. Мира между супругами. Можно и надо что-то изменить. И когда надо. Можно и надо. Сказать. Говорить неправду. Когда можно. Когда можно. Надо конечно. Избежать. Неправды. Но. Для мира. Между людьми. Можно и надо. Говорить неправду. Обычно. Есть. Обычно. Часто. Есть. Путь. Выкрутиться. Чтобы. Не говорить. Полностью. Неправду. И. Чтобы. Не было. Неприятного. Ощущения. Между людьми. А. Имя. Одину. Добро. А. Это может быть. Так. 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 Бог сказал. Абрааму. Что. Сара. Смеялась. Как она может. Рожать. Так. Когда. Абраам. Сказал. Сара. Мать. Сара. Отрицала. Сара. Говоря. Я не смеялась. Потому. Что. Она боялась. Он сказал. Нет. Но. Ты смеялась. Известное дело. В большинстве случаев. Почему люди что-то отрицают. И говорят неправду. Часто. Знаете почему? Потому. Что они боятся. Им неприятно. Что придут на них с претензиями. Неприятно. Что придут на них с претензиями. Человек. Который хочет. Чтобы его домашние говорили правду. Должен. Стараться не сердиться. Чтобы они могли быть с ними открытыми. Ваяковом и шом и аннушим. Встали оттуда люди. Ваяшкифы посмотрели. Об на издэм. На издэм. На издэм. На издэм. Вавром. Авром. И их имам идет с ними. Вы шалхом проводитех. Это тоже очень важно. Проводить гостей. Показать им дорогу. Говорят, что принятие гостей это три вещи. Ишел. А про Авраама написано. Ишел. И дать есть. Пить. И проводить. Вадиной ему. Рабо говорил. Амахасияними Аврогом. Буду ли я скрывать от Авраама? Ашиа не иисе, что я делаю. Можем. Амахасиям. Вавром. Могие ие. Авром. Быть будет. Ггидех. Ггодух. Ветцом. Народом. Великим. и Могучим. Вени враховый. Будут им благословляться. Кейгияи Орец. Все народы земли. Киедати. Потому что я его люблю. Раман потому что, Ашайи Цаве что он указывает. Обратите внимание, у Авраама было много достоинств. Много. Очень много. А тут написано, почему Бог любит Авраама. Что он будет указывать сыновей и дом, чтобы они шли по дороге Бога. То есть это наибольшее достоинство человека, что он воспитывает хорошо своих детей по пути Торы. Это самая большая заслуга. Так Бог сказал я, что ли буду скрывать от Авраама, что сейчас мы увидим, что Бог собирался уничтожить с домом Амора, что ли я не сообщу об этом Аврааму. С домом Амора были на территории, которой Бог завещал Аврааму. Так я сообщу им. В моей родиной сказал Бог заказ крик с домом Амора Кироба. С домом Амора, что увеличилось. В цакосом их крик. Киховдо меид. Их грех, что оно очень тяжелое. Ирдо но. Я спущусь. Вера, я посмотрю. А к цакосу, как этот ее крик обои и рай пришло, пришло ко мне. И осва не делают. И продолжают делать. Тогда коло. Полное уничтожение. В МГ если нет, иду, я буду знать, чем их наказать. Что значит я спущусь? Бог же все видит и знает, не спускаясь. Это Бог пишет, как подходит для людей. Научить нас, чтобы не судить людей, не увидев, не спустив туда, не посмотрев. Есть люди, которые находят на них какие-то слухи, сообщения. Они уже сразу решают, понимают, знаешь, что там. И утверждают, и указывают. А по-настоящему надо спуститься, посмотреть, вникнуть. Так Бог написал про себя. Я спущусь, чтобы научить нас, как надо себя вести. А в чем, а в чем было преступление с дома, а? В чем было их преступление? Что они делали плохого? Ну, приводится в Талмуде, Сан-Эдрен, что у них был несправедливый суд. Но при всем этом основное преступление было другое. Пророк Ехаскоу говорит тяжелые пророчества еврейскому народу. И, среди прочего, он сравнивает иудею с домом Иамора. Я читаю уже сразу по переводу. Это был грех с дом твоей сестры. Гордой сытости хлеба и полное спокойствие был у нее ее пригородав. И руки бедного и нуждающегося она не поддерживала. не делала добро. То есть основное ее преступление было, что она не поддерживала бедных и нуждающихся. И не только это. Они это сделали законом своих городов. В доме без домской прописки нельзя было оставлять человека переночевать. И это было у них... Они сделали это законом. Когда такие страшные вещи делают, устанавливают как закон, это очень страшно. И как принцип не делать добро. Мы дальше увидим, что было с ними. Что потом Бог сделал с ними. Ваихну мишо ма анушим. Повернулись оттуда люди. Ваиху с деймо. Пошли в дом. Ва Авраома Авраома. Единой митлив. Не один еще стоит перед Богом. Ваигаш Авраом. Ваимар. Подошел Абрам и сказал. Ах ты спе цадыким. Рошо. Ты что ли Бог уничтожишь цадыка вместе с негодяем? Может быть есть 50 цадыким богородных праведных людей внутри города. А в Тиспе уничтожишь ли ты в Тисо-Гамоке. Не простишь этому месту. Ради 50 праведных людей, которые внутри нее. Я видел. Маубим еще комментирует 50 праведников внутри города. Праведников соответственно уровню с дома. Выше их. Как говорят. С домских цадыким. Не самых высокого уровня. А почему Авраам говорил про 50? Очень просто. Там было 5 городов. На каждый город по 10. Интересно. Авраам просил за цадыким. Но и за цадыким придется оставить город и не наказывать. Во имя Адиной сказал Бог. Именцов из дым есть я найду в доме. Хамшим цадыким без своих ойер. 50 цадыким внутри города. Выносился. Я прощу холомокем всему месту. Бабуром из-за них. Вы слышите? Когда есть цадыким в городе. Так написано. Я прощу всему месту из-за них. То есть это спасает весь город. Когда есть цадыким в городе. Во имя ответил Авраам и сказал. Я начал говорить с Богом. Я... Прах из-за ла. Улы яхсон хамишим от цадыким хамиша. А может быть из 50 будет не хватать 5. А сашкиц бы хамиша, я сказал. И за 5 ты уничтожишь весь город. Во имя сказал. Не уничтожу. И мемца шум арбоим в хамиша. Если я найду там 45. То есть это спасет весь город. Раша говорит. 9 на каждый город. И присоединяет Бога как цадыка к каждому городу. Во имя добавил еще. И на берегов говорит. К нему Байемар сказал. Улай им осен шум арбоим. А может найдется там 40. Во имя сказал. Не сделай бабура арбоим из-за 40. Во имя сказал. Не уничтожу. Бабура арбоим. И ради 20. Во имя сказал. Бог сказал. Раша говорит так. Если 40. То это 4 города будут спасены. Тридцать. Три. Двадцать. Два. А если 10. Один. В моей выходиной. Ушел Бог. Ашакилов и доберел Авраам. Когда он кончил говорить к Аврааму. В Авраам шоблим кимей. Авраам вернулся к своему месту. Ах. Интересно. Видно что насколько Авраама бога любовь к людям. Он же просил за садыки. И он просил за сдом. Ах. Вы знаете. Есть люди которые делают добро. Но. Кому они. Кого они любят. И кому они делают добро. Знаете. Кому. Люди. То. Что называется на иврите. А наши. Люди. Наши. Эээ. Эээ. Нашего типа. А. А. Люди с дома. Были. Прямой противоположностью Авраама. Авраам делал добро. А они не делали добро. Но Авраам заботился обо всех. Не только. А. Не только. А. Людей нашего типа. Тут дальше рассказывается. Как. Эти два ангела пришли в дом. Как. Лот их принял. И. Эти два ангела пришли в дом. Один. Один из них. Уничтожить дом. А. Второй. Спасти Лота. А. Спасти Лота. За слугу его дяди Абраама. А. И. И. Сдом был наказан. Сдом был. Бог спустил на него серый огонь с неба. За что был наказан Сдом? За что? Так мы только что читали пророка Ехатского. За что? У них были еще преступления. Но основное преступление было, что они были гордые. Гордые. Э. Гордость, сытость и хлеб. У нас все. Все в изобилии. А если придут другие. Путники. Мы станем беднее. А. И они не поддерживали бедных и нуждающихся. И они сделали это законом. Это тоже страшно. Очень страшно. Когда несправедливость вводят в закон, это страшно. Хотя бы знай и понимай, что это плохо. Они когда вводят это в закон, это страшно. Известен вопрос, который все задают. Всему человечеству Бог дал семь заповедей. Скажите, а делать добро один с другим этой семьи заповедей? Нет? Ну. Тогда что же с Дом был наказан? Можно сказать, как Ревнисим Гоин говорит, пишет в «Видение к Талмуду», что то, что человек может понять своим разумом и сердцем, даже если ему не вилят, он должен так себя вести. И тут написано, пророк Ихайского говорит ясно, потому что не поддерживали бедных. Они были, жили спокойно, сыто, спокойно, безмятежно. Было изобилие. И принципиально не хотели поддерживать бедных. Я слышал от товарища интересное сравнение на это. Смотрите. Может быть, это не то, что наказание, а просто по-другому. Написано в Таилим Огам хэсэд ебоне Мир строится на добре. Мир держится благодаря добру. Бог создал мир с изобилием. Прекрасно. А общество, которое поставило добро вне закона, соответственно потеряло право на существование. Это даже не наказание. Они вывели себя из основы творения. Они потеряли право на существование. Товарищи, я слышал на это красивое сравнение. Представим себе, мама многодетной семьи взяла там работницу. Она убирает, наводит порядок, чисто, убрано, все хорошо. Но какое-то украшение хозяйки пропало. И есть веская причина связать это с домработницей. Хозяйка будет думать, может быть, предупредить, может быть, уволить. А может только предупредить. Может заставить ее вернуть украшение. А представьте себе другую ситуацию. На нередом работницу она приходит. Тихая, милая женщина сидит спокойно пять-шесть часов. И так же мило и тихо уходит. Никаких подозрений в воровстве нет. Но она ничего не делает. Как вы думаете, хозяйка будет долго думать, держать ее или нет? Понятно, что она скажет, а зачем она мне нужна? Может быть, наказание из дома Ямура было. Даже не как наказание. Мир строится на добре и благодаря добру. И в каждом обществе есть какое-то мере добро, которое делают один с другим. А общество, которое поставило принципиально добро, поставило добро вне закона, потеряло право на существование. Рамбан обращает внимание на причину уничтожения Сдома Ямура еще знаете чем? Что Сдома Ямура были на территории, которой Бог обещал Аврааму, на территории Израиля. И это святая земля. На святой земле, когда ведут себя недостойно, то наказание совсем другое. Несоблюдение заповедей вне земли Израиля или в земле Израиля совсем другой подход. Это знаете, на что похоже? Кто-то бросает мусор. Те же нарушения вне Израиля и в Израиле совсем другое. Представьте, как выбрасывать мусор и оставлять его нельзя и во дворе тоже держать мусор нельзя. Но есть разница, кто-то бросил мусор во дворе или в Савонне. А если в центральном здании, в центральном месте дворца, то наказание за это совсем другое. Тот же мусор, но это совсем другое. В земле Израиля нарушения намного страшнее. Наказание за них намного больше. Эти пять городов были на территории земли Израиля. Дальше Тора нам рассказывает про рождение Ясунка. Давайте почитаем. Двадцать первая глава. Вспомнил Сару, как он сказал. Он сделал Саре, как он говорил. Батар стала беременна в Атыгат Саро. Родила Сара Лавром бень сына. Лискунов к старости. Гамээль к тому времени. Ашэдэбэрэйсэй элэхим. С ним говорил Бог. Ицхок. Ваикру Эвраам назвал Эвраамом имя его сына. Он родился у него. Ашэйяудолый сыра, которая родила ему Сара. Ицхок. Ицхока – радость. Будет радоваться. И он сказал, что еврохом был 100 лет, когда он родился его сын, Ицрак. И ватимир сказал, что он 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 сказал, что они будут рады, и они пов público. будет кормить сыновей Сара. Я родилась в сынах его старости. Вырос ребенок, его отняли от груди, пояс Аврогом мечты годы, Авраам взял большой пир, пьем и гомел из исход, в день, что отняли исход из груди. В атира сор увидел Сара из бен Хогора Мицриц, сына Агары египтянки, а шо ёлдог Аврогом, который родила Аврааму, Мецахейк. Что такое Мецахейк? Он играется, что это такое, а? Раша говорит несколько содержаний. Или играется и до упаконства, играется развад. Есть мнение, играется, бросает стрелы. И они чудом не попали в яйцовках. Она сказала Аврааму, горыш ому азиз вез бно. Прогони эту рабыню и ее сына. Килы ираш бен ому азиз. Потому что не будет наследовать сын этой рабыни, и бни с моим сыном и мицхом. Был очень плохо это в глазах Авраама. А где из меня насчет сына? В чем был спор между Авраамом и Сарой? Авраам и Сара считали, что надо прогнать. Агара вместе с Ишмаилом. А Авраам считали, что нет. В чем был спор? В книге Саифа Хасидим говорит об этом так. Понятно, что Авраам... Понятно, что Ишмаил... Если он останется в доме Авраама, он будет духовно выше, чем если его выгонят. С другой стороны, Иисхаку для его духовного роста это будет мешать. То, что Ишмаил там находится. Вопрос, что важнее? Уровень Ишмаила, что он будет немножко лучше. Или чтобы Ишмаил вырос, как он должен вырасти. И Саифа Хасидим говорит, что это был спор между Авраамом и Сарой. Так знаете, это Бог разрешил спор. Что мне было плохо в твоих глазах, про мальчика Маламасеха и про твою рабыню. Все, что скажет тебе Сара, слушай ее голоса. Почему? Потому что в Исхаке будет названо тебе потомство. То есть так. Основное потомство Абраама это Исхак. А раз так, что основное и центральное? Исхак. То есть, еще раз. Это пример не говорит о двух детях, которые один лучше, другой хуже. Тут написана причина. Там это отдельная тема, которую надо думать и взвешивать. Тут написана причина. Почему прогони? Потому что в Исхак названо тебе потомство. Основное потомство это Исхак. А это сын рабыни. Поэтому основное и центральное в жизни Авраама это Исхак. И основное это его воспитание. Так же сына рабыни я сделал и народом. Почему? Кизарахалу, потому что это твоё потомство. Так Авраам сразу послушал и это сделал. На этом году Авраам. Были ищем к Оверам. Авраам сейчас время утра. Рану утра. Были как разд does. Взяли кукле. Варя. Вахмаз маем. И... Вордиок с водой. Были и нерогер. Даже дала гарно. Сомалшик. Моположил ей на плечу. Без. Айел от ребенка. Поисел ухею от ас слов. Батай рекл ватайса. Пошла. И забродилась. Забродилась. Вмедбар. Бер-щоба. Пустинья. Бер-щоба. Закончилась вода из бурдюка, в Аташхейха саялась, бросила мальчика тахат ахада сихим, под одним деревом, в Атиллах пошла в этой шеломи негет, села с далека, архейк одолилась к метаховой кешес, как дважды стрелять из рука. Она сказала, я не хочу видеть, как ребенок умирает. Села из далека, подняла свой голос, и плакала. Бог услышал голос мальчика. То есть мальчик, Ишмаил молился к Богу. Позвал ангела Бога к Агару с неба. И сказал ей, что тебе Агар? Не бойся. Потому что Бог услышал голос мальчика там, где он находится. И отсюда говорят наши мудрецы, что молитва самого больного о себе, Бог слышит больше всего другого. «Подними и неси мальчика, держи свои руки в нем, потому что великим народом я его сделаю». В ка-хе Риме сны, бог раскрыл ее глаза, в отеле увидела б-эр моим колодец воды, в отеле пошла в атмале с ахеймес маим, напомнила бурдюк водой, в оташку напоила и сануар мальчика. В ка-хе Риме санар, был бог с мальчиком, в ка-хе, кто он вырос, в ка-хе и Шерба Митбар, он поселился в пустыне, в ка-хе он был рыве кашос, Стрелял из рук, видите? Это то, что он был, это его натура. Вае еще поселился бы в Балпурон, в пустыне Паран, в Атекаха и мы. Взяла ему мама и еще женщину, неэросмитроемой земли египетской. Наши мудрецы говорят на это так. Бросай палку вверх, так это идет к своей основе. То есть она сама была откуда? Из Египта. Она взяла ему жену из Египта. Тут Тора нам рассказывает про Ишмаил. Как он жил в пустыне, стрелял из лука. Это его природа. Как раньше уже было предсказано в прошлой главе, что он будет Пере Адам. И мы видим, как молитва Нишмаила имела силу. Он молился Богу и Бог ему помог. Давайте перепрыгнем и перейдем, как Авраам пошел приносить своего сына в жертву. А Бог испытывал Авраама. Он сказал ему Авраам. Он сказал ему Авраам. И ныне вот я. Интересно. Только в этом испытании, принесении сына в жертву, только тут написано Бог испытывал Авраама. А что значит Бог испытывал? Но, по-видимому, относительно испытания Акида, все остальные испытания не настолько считаются испытанием. Это наиболее тяжелое и серьезное испытание. Только тут написано, Бог испытывал Авраама. А что значит Бог испытывал? Бог же знает будущее. Что это значит? Испытывание означает, чтобы привести человека из того, кого испытывают, от доброго намерения, от доброй готовности к действию. Есть, что человек в потенциале готов это делать, а во время испытания он это делает на действие. Так Рамбан это определяет. Ваима сказал, как но возьми-ка из бин-хо твоего сына, из ехид-хо единственного. А жару авто, которого ты любишь, из ехид-хо. В земле моря, это на Иерусалиме. В рюшом рей-хо принеси его там жертву, всесажение. На одном из гор Ашер и Мар-и-хо, который я тебе скажу. Может быть так это слышится. Так я понимаю из Медраша. То, что Бог сказал Аврааму, можно было это сделать двумя путями. Или, забудь, что он твой сын. Забудь, что ты его любишь и принеси его в жертву. Тут написано по-другому. Твой сын, твой единственный, которого ты любишь, останется с этими же чувствами к нему. Что он твой единственный и ты его любишь. И вместе с этим принеси его в жертву. Вместе с этим. Тоже большое качество. Встать рано утром на такое действие. Вы знаете, на что человек встает рано? На то, что он очень хочет. Есть дети, которые послать их на учебу, трудно их разбудить и поднять. А вот куда-то поехать на туристическую прогулку, они сами будут родители. И понятно почему. Это им хочется, а это им не так хочется. Авраам встал рано утром. Сам запряк осла. Гемора говорит так, что Авраам уже были слуги. А почему он не попросил их? То, что человек любит, он делает сам и не смотрит на рамки почёта. Сам запряк осла. Он взял двух мальчиков с собой. Ваисис Хогмана и Ицрак его сына. Воевака наколол отца его. Дрова ура. Ваё конвейер встал и пошёл. И в то место, что Бог ему сказал. Воей машине, на третий день, воейсу Авраам поднял свои глаза. Вояре самокеем. Увидел это место, Мироха, Гизделька. А как он знал какое место? Митраж написано. Он увидел там облако. И он понимал, что это то, что Бог ему сказал. Во имя Авраам, он сказал Авраам своим мальчикам. Останьтесь здесь со схом. А я и мальчик. Пойдём до сюда. Мы поклонимся. И вернёмся к вам. Многостану. Папа Затон на это очень подчёркивал. Вообще-то геморан. Что во всех вопросах наши уста должны говорить на хорошее. На что шёл Авраам? Принести не только в жертву. Правильно? А что он сказал? Мы поклонимся и вернёмся к вам. Многостану числа. И так выполнилось. То, что человек говорит своими устами, имеет могучую силу. Всегда надо говорить на хорошее. Ну, испытание окей. Да, в чём оно было? Давайте разберём. Ведь Авраам прошёл уже до этого девять испытаний. Чем это испытание было тяжелее? Во-первых, самое первое испытание Авраама было, что он был готов отдать свою жизнь. Ему Неврод сказал, или ты поклоняешься идолу, или я бросаю тебя в печку. И Авраам был готов отдать свою жизнь. Что тут нового в этом испытании? Отдать свою жизнь для Авраама было легче, чем принести своего сына в жертву. Почему? Потому что основное в жизни Авраама было, его основное, что он делал, приближать людей к вере в единого Бога, обучать их то, что Бог хочет, делать добро. И он видел в сыне своё продолжение. И он видел, что сын будет продолжать его дело, а так принесёт его жертву. Что будет дальше? И кроме того, Авраам приближал людей, и он с разными людьми говорил по-разному. Тогда многие приносили человеческие, многие долопоклонники приносили человеческие жертвы. Авраам говорил, Бог милостивый, Богу противны человеческие жертвы. Представьте себе, что Авраам так говорил и выступал, и люди к нему тянулись и приближались. А что сейчас будет с этими людьми? И дело, на что она давала всю жизнь, рухнет. Что будет? Люди будут над ним смеяться. Ты нам говорил, что Бог милостивый, и ему не нужны человеческие жертвы. А что сейчас произошло? Это Аврааму было очень тяжело. А что же ему помогло пройти это испытание? Полное подчинение приказу Бога. По своему разуму он понимал, что это приведет к осквернению имени Бога. Но он знал, что Бог знает все, что будет. И Бог понимает лучше его. И он полностью подчинил себя приказам Бога. Между прочим, подобные испытания бывают и в наше время. Есть разные люди, которые предлагают в чем-то отойти от законов Тора, от Шухонороха, в законах отдаления, разделения между мужчинами, женщинами, в других вопросах. И так будет лучше Керув, и так больше людей приблизиться, и так будет лучше для Бога. Все эти выступления можно слышать. Но послушайте, а что Бог об этом говорит? Какое мнение Бога в этом? Это надо понять. То, что Бог написал в Торе, это вечно. И мы должны идти по путям Торы. И когда мы будем идти этим путем, будет наибольшее освящение имени Бога. Авром взял дрова для этой жертвы всесожжения. Байосом положил на Ицхок его сына. Байкаби Йоди взял свою руку и свои Ишвэсамахэлэс. Огонь и нож. Байкаби Йоди Они пошли оба вместе. Значит, они пошли оба вместе. Что тут подчеркивается? Авраам знал, что он ведет сына на принести его в жертву. А Ицхок еще не знал. Так Авраам шел так же безмятежно, как Ицхок, который ничего не знал. Байкаби Йоди Ицхок к Аврааму оби в отцу его. Байкаби, папа мой. Байкаби, вот я в ней, мой сын. Байкаби, и не ишвэй цим. Вот огонь и дрова. Байкаби, а сэлэйло. А где овечка для жертвы? Где барашек для жертвы? Авраам ответил ему двузначительно. Байкаби, сказал Авраам, Байкаби, а сэлэйло бни. Барашка для жертвы? Мой сын. Можно понять это просто как Бог увидит, Бог найдет барашка. Мой сын. Это как обращение. А он имел в виду, Бог увидит. Барашка для жертвы. Моего сына. Мой сын. Байкаби, хушне, эм, ягдов. Они пошли оба вместе. Теперь уже мы говорим в другую сторону. Так же как Авраам шел спокойно и безмятежно. Раньше мы его приравнивали как Ицхок шел спокойно, который ничего не знал. Так сейчас Авраам и Ицхок шли так же оба вместе. Как Авраам шел спокойно и безмятежно, так и Ицхок. Даже после того, что он понял то, что отец сказал. Что его идут принести в жертву. Байкаби пришли к месту, которое искал Бог. Авраам построил жертвовник. Разложил дрова. Байкаби завязал руки и ноги. Байкаби завязал Ицхок положил его на жертвовник. Мималу этим над дровами. Байкаби шла Авраам из Йоды. Авраам протянул свою руку. Байкаби взял ножик. Лиш хейтазны резать сына. Байкаби кройло Вытягивай твои руки к мальчику. Ну, а может быть какой-то маленький порез, говорит Авраам. Балтаскай ему ума. Не делай ему ничего. Потому что сейчас я знаю Байкаби кройло Ты боишься Бога. Ты не воздержал Эсбинхо Твоего сына Эсгехитхо единственного Мемене от меня. То есть Видите, в этом испытании Ты боялся Бога. Полностью подчиниться приказу Бога. Боится Авраам. Авраам поднял свои глаза. Байкаби увидел Байне Айо. Вот баран. После этого был захвачен в сплетении веток рогами. Байкаби Авраам. Взял барана. Байкаби Принес его жертву вместо сына. То есть он говорил, когда я режу барана, как будто я режу сына. Брызгал кровь, как будто это у сына. И так далее. Моя кровь Авраам назвал Авраам Шима Мокимау. Имя этого места. Одиногира, чтобы Бог увидел. Чтобы он выбрал это место, чтобы там было было нахождение присутствия Бога. А что Иомир Айим будет сказано сегодня. На горе Бог покажется. Байкаби Авраам Позвал ангел Бога Вахахил, как песок Ашарал Сфас Айом Который не берегу море. Вийраш Зарахо будет наследовать твоего потомство и шар его, ворота твоих врагов. Виз Барахо Виз Барахо будет наследовать твоим потомством все народы земли. Игер за то, что ты слушал моего голоса. Будет наследовать твоим потомством все народы земли. Байкаби Авраам Байкаби Авраам вернулся к своим мальчикам. Байкаби Авраам пошли вместе в Бершоба Байкаби Авраам поселился в Бершоба. Тут мы останавливаемся. Это кейда, который мы вспоминаем особую заслугу Авраама. Быть готовым на все, что Бог говорит несмотря на все эти трудности.